Электронный плакат «Веселый зоопарк» из серии «Знаток» познакомит вашего ребенка с обитателями самых разных уголков нашей планеты. На плакате изображены дикие животные и птицы, как экзотические, так и обитающие в нашей средней полосе. Рядом с каждой картинкой находится сенсорная кнопочка, обозначенная кружком. Нажав на нее, ребенок услышит название этого животного, его голос, а также краткий рассказ о нем. Такие же сенсорные кнопки находятся и в верхней части плаката. Первая из них – включение-выключение, остальные три переключают режимы, в которых плакат может работать. Эти кнопки сами подскажут ребенку, что нужно делать дальше. Привет! Нажимай кнопки и внимательно слушай! Теперь нужно выбрать один из трех режимов. Вторая кнопочка, латинская буква «и» – это режим информации. Теперь, нажимая на кнопки рядом с животными, можно услышать краткий рассказ о них. Также название самих животных. Панда на своей родине, в Китае, называется «медведь-кошка» или «бамбуковый медведь», потому что питается в основном бамбуком. Панда – очень редкий зверь. Дятел имеет прозвище «лесной доктор». Продолбив кору дерева, дятел извлекает вредных насекомых и их личинки длинным языком, которые проходят у него через младрю в клюве. Следующий режим – круглая кнопочка с нотками. Это режим звуков. Теперь, нажимая на кнопки рядом с животными, можно услышать звуки, издававая этими животными. И, наконец, последний режим – кнопочка со знаком вопроса. Это режим экзамена. Эта кнопка задает ребенку вопросы и загадывает загадки. Позволяет ему проверить свои знания. Сможешь показать дикобраз? Молодец! Кто кричит так? Попробуй еще. Кто кричит так? Попробуй еще. Кто кричит так? Если ребенок даст неправильный ответ в третьей попытке, ему будет предложен следующий вопрос или следующая загадка. Чей это звук? Молодец! В нижней части плаката находится строка информации. Здесь объясняется, как использовать кнопки, а также находятся клавиши регулировки громкости. Плакат можно сделать громче или тише. Плакат можно Продолжение следует...